МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажу вам сегодня о фильмах, которые называются «Кино на все времена». Это, конечно, мнение немного субъективное. Уверена, что у каждого свой список, но, может быть, кто-то и согласится со мной. Итак, Форест Гамп. Автор книги Уинстон Грум, режиссер Роберт Замекис. От лица главного героя Фореста Гампа, слабоумного, безобидного человека, с благородным и открытым сердцем. Рассказывается история его необыкновенной жизни. Фантастическим образом превращается в он в известного футболиста, герой войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Фореста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку, с которой дружил в детстве. Но взаимность приходит слишком поздно. Гротескный сюжет не только не портит картину, но и делает ее лучше, потому что подчеркнутая фантастичность происходящего делает этот фильм более сложным, многогранным, цельным и очень глубоким. Отменный, блестяще прописанный сценарий по книге, многие вещи из которого нужно использовать в качестве жизненного пособия. Великолепная игра Тома Хэнкса, идеальное попадание в образ и самая глубокая, самая драматичная, одна из лучших его ролей. Фильм на все времена, для любого возраста и любого зрителя. Знаменитый английский писатель Артур Конан Билл создал первую историю о Шерлоке Холте в 1887 году. Затем на протяжении почти целого века любители приключений гениального сыщика рисовали каждый на свой лад его образ в своем воображении. И вот в СССР на экране вышел сериал «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», где главную роль сыграл Василий Ливанов. С тех пор вопрос о том, как же на самом деле выглядел мистер Холмс, был закрыт навсегда. В главных ролях снялись всеми любимые актеры, помимо Василия Ливанова, Виталий Соломин, Рина Зеленая, Бронислав Брандуков, Игорь Дмитриев. Первая часть советского телевизионного сериала по мотивам рассказов писателя о Шерлоке Холмсе вышла на экраны в 1980 году. Фильм состоит из двух серий и снят по мотивам рассказа «Пестрая лента» и «Повести и тут в багровых тонах». Затем были сняты «Собака Баскервилли» и «Сокровище Агры». Для меня это самые любимые истории про знаменитого сыщика. Потрясающая узнаваемая музыка, изумительная режиссура, прекрасная игра актеров. Все сделано блестяще. С радостью представляю вам новинки интеллект-центра. Как это не грустно, но скоро каникулы закончатся, и эта книга очень поможет вам вспомнить царицу науки – математику. В сюжетах, собранных в книге, рассказывается как о математической составляющей крупнейших достижений цивилизации, так и о математической начинке привычных каждодневных вещей. Все авторы – известные ученые. Увлекательный, популярно-описательный стиль изложения делает материалы книги доступными для широкого округа читателей. То, что математика является и языком, и главным инструментом естественных наук и техники, многим известно, математика играет эту роль и в физике, от теории до приложений, и в осуществлении космических полетов, и в украшении атомной энергии, и в жизни компьютерного мира. Менее очевидна для широкой публики важность математики в таких дисциплинах, как медицина или лингвистика. Но даже если вы догадываетесь о значительной математической составляющей в различных сферах деятельности, не всегда можете оценить степень зависимости этих областей от математики. Основная причина – сложность применяемых математических инструментов, часто специально разработанных для конкретного приложения. И признавая на словах роль математики, люди редко задумываются над математической начинкой окружающих нас предметов и явлений, а иногда и просто не замечают ее. Книга состоит из трех частей, каждая имеет свой цветовой код. В первой синей части собраны короткие тексты, которые рассказывают нам о жизненной необходимости для человечества математических исследований. Во второй, зеленой части, содержатся математические проявления в повседневной жизни. Большинство сюжетов из математического фольклора, они приводятся в обработке составителей сборника. В первых двух частях формул почти нет. Просмотреть их и ощутить необходимую незаменимую роль математики в жизни современного общества сможет любой человек. Но в особенности те, кто принимает важные решения от школьника, выбирающего свою будущую профессию, до государственного деятеля, определяющего приоритеты в развитии страны. В третьей, красной части, собраны тексты, допускающие по сравнению с синие и зеленые частями более сложные математические детали или большой объем. Этот раздел в большей степени, чем другие, рассчитан на читателя, заинтересованного в проявлении сути математических механизмов. Мэтт Ридли, английский биолог и журналист, автор популярных книг науки, экономики и окружающей среде, выпустил в свет новую книгу генетики «Геном. Автобиография вида» в 23 главах. Стремительное развитие генетики в последние два десятилетия называют не иначе, как революцией. Начиная с 90-х годов, когда в кактику вошли принципиально новые методы исследования ДНК, каждый год приносит больше открытий, чем было сделано за все предыдущие годы. Эта наука развивается столь стремительно, что уследить за тем, как изменяются наши представления о фундаментальных основах жизни и наследственности, не успевает не только широкая публика, но и специалисты. Это порождает массу слухов и домыслах о страшных мутантах, которые коварные ученые штампуют в своих лабораториях, тогда как поразительное открытие новых методов диагностики и лечения генетических заболеваний, включая рак, остаются незамеченными или непонятыми. Книга Мэтта Ридли очень актуальна. Просто и доступно автор представил историю генетики от первых догадок до ошеломляющего прорыва, начавшегося с открытия структуры ДНК. Эта книга по-прежнему занимает топовые позиции в рейтингах продаж по всему миру. В ней есть то, что не устаревает, дух научных открытий и история генетики, представленная со всем драматизмом споров, дискуссий, озарений. Одних ученых и черной завистью других. С другими, не менее интересными книгами вы сможете познакомиться на сайте библиотеки города ncbs.ru в разделе «Прочтение». С вами была программа «Короткий кадр». Прочли вы книгу или посмотрели хороший фильм? Главное, что заставило вас задуматься над чем-то важным? Может быть, в прошлое уйдут бумажные книги, и люди будут читать исключительно при помощи гаджетов, но они все равно будут читать. Остановить этот процесс можно, только если запретить человеку думать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok